Музыка Елена Шадна, жалуюсь на вас Что такое? Как что? Это же сколько впереди работы, все это зафиксировать Давайте так Значит, мы первый ряд прошли Суперкоролевский показывал Зафиксировали Так, прививки в венгерке, сливы зафиксировали Персиковый за номером раз, Украина Мелочь А попробовали вкус-то? Нет А, ну ладно, что-то мелочь, что я пробовать А вот этот получился То есть расщепление свойств произошло А первый год он был такой же, как тот Вот такусенький И вот с этого года пошло расщепление Вот это уже настоящие абрикосы Но еще не 100 грамм, как я ожидаю Значит, что он привитый на венгерце Что мы ждем? Правильно? Третий год, четвертый, пятый Сколько можем, столько будем ждать И делать выводы Тот-то не увеличился Там мелочь осталась Ладно Давайте так Вот этот абрикос, который я называю мечта хозяйки Вот Прошу угощения Здесь уже пол ведерка собрано Поэтому тут Он и сам небольшой Да и жиденький довольно Ну-ка, смотрим Косточка отделяется полностью Он этот перележал из земли Вот А мечта хозяйки, потому что компот лучше не придумаешь Но это еще сеянец А я сейчас еще и покажу настоящий Амур Пойдемте дальше Смотря как мы к нему будем идти Вот Ну, по пути попался сувенир Востока Некуда было приснуть Теперь он тут ведет жалкую жизнь в тени Земля, земля, земля Вот Амур Это уже дерево привитое Но И он попозже пойдет Ему еще зреть и зреть Он темно-красный Правильно называется Окрас Корминно-красный Вот Здесь у меня Такой Сиамский близнец Настоящий академик Вот он Смотрите Потом померим, да Размеры Да, в принципе, он не больше, не меньше Остальных Вот Вот он Это его первый урожай Небольшой Дерево молодое Но тут интересный такой момент Сейчас покажу Вот это вот Два ствола Ну, как бы показать-то Вот два ствола Один прививка Который дальний А этот пошел снизу Это манчжуриц Я жду, когда манчжуриц оккультурится За счет того, что Его уже можно будет назвать химерой Вместо прививки Практически в корневую шейку Давайте поищем Плоды О, посмотрите Нет Окультуриваться не хочет Подвой Вот он Вот он Ну, а лиха беда начала Мы же видели результаты До 40 грамм Видели Ну ладно Здесь нам не повезло Абрикос Здесь прививка И на нем было Как бы Плоды настолько разнокалиберные Что подозрение было Что Здесь несколько пап Разных Участвовали в опылении Но в этом году Все усреднилось Вот И перед нами Давайте это Оторвите один плод Перед нами то Что называется Ну-ка, ну-ка Ну-ка Раскройте Вы это снимаете? Ну, я В принципе, да То же самое Но, возможно Я сейчас Берку утерял Что-то среднее Между Амуром И Артемом Вот Вот это Следующий ряд Ну, как бы Междуряди попал Фаина Дерево Искалечено мною Так Записали Дерево Искалечено Мною Моими руками Я с него взял Столько черенков Сработала жадность Черенок-то У Фаина 200 рублей стоил Зачем вы это говорите? А я Я же Это рекламное кино Вот Так Теперь, значит Вот это Красавец Вот Еще название Фактически Не имеет В прошлом году Он Плоды Висели Больше всех Вспоминаем Плоды были До 100 грамм Весом Вот А это он же А, вы про это дерево? Нет Вот это дерево Оно Погибло Вот это То есть Тут Помните Как на том участке Было такое же Вот Сейчас на нем Есть несколько плодиков Ждем Что получится Но это Манджурец Подвой Вот Так Нет Это не Фаина Он Позже всех Созрел Фамилии Сейчас не имеет Многие Уже знают Его под названием Поздней Железовой Пока так Или Крупно Нет Крупноплодной Нет Крупноплодной Железовой Я же сам путаюсь У меня сильно много Пойдем дальше Вот Вот это Вот Так я сейчас Только о нем Говорил Вот Вот это Вот Классическое Дерево Непривитое Посадку Видите Кстати Все посадки На холмы Вот Они Кольнивые шейки Никак не Преют И не Собираются Преять Вот Но это Типичный 100% Манджурец А если Еще точнее Говорить Сын Манджурца Вот Он Единственный В этом году Из десятков На котором Очень мало Плодов Вон они Просто Удивительное Дело Как это Могло Случиться Непонятно Тем более С двух сторон Висят Вот эти Красавцы Снова Амур Вот я говорил Смотрите Вот этот Вот Я называл его Правильно Сенец Амура Но он чуть раньше Поспел У него папа Значит Ранний А вот это Вот Его папа Настой Мама В общем Сенеки Брал отсюда Это На этом участке Это самый старший В 15 году Посадили мы С тобой Вот С 15 года Он тут Прижился Прекрасно Себя чувствует Классическая Форма Классическая Краска Согласна Вот А вот он Весь Красавец Похвастаюсь Это все За считанные годы В 15 году Здесь был Другой хозяин Который я купил Этот участок Вот он Какой Хорош Ой Сколько Тут Обрикусов На скидку 6-8 ведер Еще Кстати Созревать Будет И увеличится В размерах Первый дождь Прошел Настоящий Когда Вчера Вчера Это За полгода Так Вот Чистая Фаина Вот она Кстати Сыпаться Начинает Вот Фаина Никогда Не была Ранним Овощем Но Уже Тоже Помаленечку Начинает Окрашиваться Запишем Вот И Наконец Вот это Вот Есть Виде Которым Надо Памятник Ставить Но Как-то Забывает Ставить Памятник Ладно Еще раз Погадал Фаина Она Будет Попозже А вот Это Вот У меня На том Участке Есть Первое Дерево Вот Царство Небесное И Я От души Желаю Садоводу Сверину С Волги Вот Его Дар Небес Посмотрите Какое Чудо Вот Тот Дар Небес Небольшой Был Да Сказочное Вот Это Вот Все Сказочное Жаль Что На съемке Так Не Видишь Эту Красоту Как Живьем Вот Вот И так Дар Небес А Мы С вами Есть У меня Дерево Которое Вашими Руками Дар Небес Привит Так Ну что Тут У нас Молодняк Пошел Мы Фотографии Делали Стоит Про нее Возвращаться Будем Показывать Вот Одно Из Них Вот Сколько Плодов Уже Да Ну Попозже Будет Я Сейчас Отсюда Не Вижу Что На Бирке В основном Стараюсь Новые Сорта На Молодняке И Классика Это То Что Мы Месте Привали Напоминаем Бай Поздний Филиппева Королевский Черт Я Никак Не Запомни А Академик Вот Еще Одно Это Наша Серия Так И Назовем Серия Аспирантки Савельнич Ну Пусть Один Плодик Но Извините Это Уже А Какой Один Красавчики Вот Они А Вот Это Получше А Это Какой Это У нас Академик Ну По листьям Академик Я Думаю Помню Что Мы Тут На Привали Нечего Было Приезжать Теперь Я Должен Все Помнить Не Это Умудриться Приехать Один Раз И Застрять На Семь Лет Так Ну Что Вон Еще Мы Каждый Должны Смотреть Мы Не Обязательно Каждый Год Не Показывать А Ну Да Ну Смотрите Вот Еще Вот Еще Все Я Дальше Сюда Кучу Не Полезу Давайте Вылазить Отсюда Ну Выключайте Пока Выключать Да Да Ну Тема Другая Не надо Как хотите Сливе 40 лет Вот этой Это я знаю 38 лет Назад Я подружился С Володей Царство Его Небесное Жалко Погиб Такой был Садовод Уникальный Где он Вишни Насадил Вот Видите Еще Одна Слива Его Это Ветка Торчит Вот Вот Пожалуйста Память О нем Видите Вот Они Плоты Да Я Это Вишню Я спрашивал Ученых Вот У двух Это Нашего Сибирского Разлива Оба Кандидата Наук Откуда Она взялась Они Не знают Вот А я догадался Вот Там Последняя Последняя Вишня Самая Последняя Вишня Один раз Дала Плоды Некрупные Нет Огромные Последние С этими Это была Сказка Линейку Было бы Приложить Было бы Понятно Что Они Очень Крупные Нет Это Середнячки Для нас Середнячки А я Догадался Когда Я увидел На одной Крупнейшие Плоды Причем один год Всегда были Одинаковые Такие Вот Всегда И один год На одном деле Выставил Крупнейшие Плоды А на следующий Год И до сих пор Опять Обычные Но видя Те плоды И причем При обильном Урожае Я догадался Это они Это Столыпинские Переселенцы Сюда Завезли И они Почти Они очень Дают Отводки Вот этот Сад Вот этот Он весь Заражен Этими Вишнями Вот Подводками И тогда Я понял Это их работа Их никто Здесь Специально Не выращивал А Наше поколение Пришло На готовое Вот еще Мы еще не все Обошли Давайте еще Видите Вот Ну смотреть На бирку Не буду А Посмотрели Красиво Идем дальше Вот что-то Из нашей С вами Серии Так А вот Это Вот Ах ты Ёлки-палки Не Плодоносил Еще А вот Это Наконец Заплодоносил Это Уже Из особой Серии Сенец Жердели Украина Вот Я Жду От него Чуда Вот Они Плоды Так Отстаем А наука Отстала Сейчас Догонит Так И Посадка 2016 Или 2017 Год Спохватился Думаю Есть у меня Одна Огромнейшее Дерево С десятками Ведер Почти Ежегодно 10-20 Ведер Там Нормально А Это Все-таки Не выдержал Один Сенец Сюда Посадил Сергей Продавал Саженцами Брали Неохотно Я Один Себе Посадил Посмотрите Какой Лист Огромный Вот Это Притом Что Это Вот Такие Плодики Но Уже Гибриды Пообратим Внимание Уже Гибриды Почему Потому Что Уже Сейчас Видно Что Он Будет В Минем В Два Крупнее Сахар Соответственно Ну Что Заканчиваем А Ну Там Деревья Они Тоже Мои Но Предыдущий Хозяин А нет Еще 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 Ну Еще Посмотрю На Это Чудеса И Все У 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 Нет Что Интересно В Таком Возрасте Невозможно Отличить То Есть Как-то Полностью Дентифицировать Или Этот Филиппио Тот Мой Или Тот Мой Тот Мой Тот Филиппио Этот Наверное Филиппио Надо Смотреть По Биркам Ну Что Хватит Сало Как Сало Че Его Пробовать Так Вот Те Которые В Этому Я Это Называю Тепловая Подушка Там Персики Там Абрикосы Сливы Туда Мы Уже Не Пойдем А Это Это Отвод Ветка Просто Так Легла На Земле Это Он Абрикосы Где-то Пятью Годами Раньше Мой Сосед У Бабушки Купил Я Ему Подарил Абрикос И Два Он Купил Вот Получилось Вот Такой Результат Мой Подаренный Брать Не буду По принципу На тебе Боже Вдруг Оказался Лучше Всех Вот Он Так Ну что Заканчиваем Начинается Суровое Будни Благодарю За Внимание Благодарю